Великая стена Великая стена Главный руководитель проекта Джан Гуамин Идея Гэцзянь Сценарии Шу Джисянь, Чжу Яутин В главных ролях Ба Лин, Са Жень Гауа, Джао Хэнсюань Главный оператор Гэ Житун Постановка трюков Цзэ Вэй Чун Музыка Джан Чаньи Главный продюсер Батыр Режиссер Джу Вэнь Цэ Шестнадцатая серия Главный руководитель проекта Джан Гуамин Главный руководитель проекта Джан Гуамин Главный руководитель проекта Джан Гуамин Что случилось? Главный руководитель проекта Джан Гуамин Настал ваш смертный час КОНЕЦ 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 Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Я вправду, Ван Хан. Ваш хан Таян видел меня. Просто отведите меня к ним, они меня узнают. Ты хочешь навредить мне? Я отведу тебя во дворец, хана Таяна, они увидят, что ты никакой не Ван Хан, а дурак и обманщик, и не сносить мне головы на плечах. Я не дурак и не обманщик. Я действительно Ван Хан. А, ты Ван Хан. Где же твой оркестр, сто человек, твоя большая армия? Я потерпел поражение, потерял свое ханство. Поэтому я пришел просить приюта у хана Таяна. Не рассказывай сказки. Эй, отрубите ему голову. Не надо, не надо. Ради Христа. Отведите меня к хану Таяну. Ты сначала повстречайся с Богом. А я расскажу твои сказки хану Таяну. Боже, неужто мне не нужно было сюда приходить? Мой сын Тимуджин, хотя и разрушил мое ханство, но мог сохранить мне жизнь. Я опять ошибся. Что? Как такое могло случиться? Что случилось? Что тебя так поразило? Мать, один пограничный чиновник поймал кого-то, кто называет себя Ван Ханома, полименикераитов. Не знаю, правда это или ложь. Приведите его сюда, проверим. Его уже убили как шпиона. О, боже. Хан Таян, как ты управляешь своей армией? Когда мой предыдущий муж, твой отец был жив, никогда не случалось подобных дел. Как может пограничный чиновник без приказа решать дела по собственному усмотрению? Выйдите. Что теперь делать? А ты что скажешь? Назвавши себя Ван Ханом, человек сказал, что монгол Тимуджин разбил его армию, поэтому он пришел к нам. Не может быть. Ван Хан такой известный хан, как он мог быть разбит каким-то безвестным Тимуджином? Отец, ты забыл. В прошлый раз, когда я и Сапулихей разбили Ван Хана, именно армия Тимуджина заставила нас отступить. Он не такой уж безвестный воин. Тимуджин. Аааа. Позапрошлым году Сапулихей и принц Кучлук говорили о нем. Как ты мог забыть? Однако, несколько дней назад, когда к нам примкнул этот Джахэганбу, он сказал, что армия Тимуджина разгромлена. Джахэганбу говорил о Тимуджине? Как же я не запомнил? Потому что ты не сводил глаз с дочери Дайру Суна. Мы говорили о Ван Хане. Есть один способ. Прикажи отрезать ему голову, и пусть младший брат опознает его. Отличная мысль. Тата Танга, напиши приказ от моего имени. Отправить человека на границу, заставить того пограничного чиновника отрубить голову, назвавшему себя Ван Ханом, и привезти ее сюда. Да побыстрее, пока не протухло. Слушаюсь. Нам нечего есть. Чтобы выжить, нам не остается ничего другого, как воровать. Что? Ты хочешь, чтобы мы стали конокрадами? Бог простит нас, потому что мы делаем это из нужды. Тогда за работу. Женщины остаются в горах, мужчины спускаются вниз воровать все, что можно съесть или выпить. Убивать каждого человека, который может проговориться. Грабить – это уже преступление. А вы еще хотите убивать людей? Если мы будем так поступать, Бог не простит нас. Что ты смыслишь в этом, жена конюха? Если мы оставим кого-то в живых, найманские солдаты придут и убьют нас. На этот раз никто не сможет выжить. Идемте со мной. Что вы делаете? Что вам надо от нас? Старший брат. Джахыганбу, ты узнаешь эту голову? Джамуха, ты ее узнаешь? Я узнаю. Это действительно Ван Хан. Великий Хан Таян. Мой брат, должно быть, оказался в безвыходном положении и пришел в племя найманов просить защиты. Я никогда не думал, что его смерть будет столь ужасной. Этот Саполихей, как можно было своевольно убить знаменитого правителя соседнего государства? Как бы там ни было, голова уже отрублена, и ты не можешь ее снова прикрепить. Самое лучшее пригласить священника и провести торжественное погребение и покончить с этим. Пусть так и будет. Джахыганбу, поднимайся. Я хочу, чтобы мои чиновники и генералы, сыновья и невестки, почтили твоего брата. Мы похороним Ван Хана с таким же почетом, как если бы это был я. Тюгулю, найди Тататунгу, принеси королевскую печать. Голу Ван Хана мы покроем серебром. Есть. Хан Таян, мой брат наверняка был со своим сыном Сангумом. Прошу великого хана послать людей найти и приютить его. Конечно. Ты сам займешься этим делом. Его жизнь была полна славы. Он был скромен и добр к людям. Его положение вызывало уважение у тысяч людей, но он сам оставался скромным, как овечка. Сегодня он покинул этот шумный мир и поднялся на небеса. О, Боже! Прошу, прими его безгрешную душу. Джахэганбо, твой брат и после смерти получает почести. Он может с миром покоиться в могиле. Не нужно так убиваться. Тебе не кажется, что это чертовский трюк Хана Таяна? Отец, положить голову этого старика на драгоценный трон, оказать ему торжественные почести, не слишком ли это? Что ты понимаешь? Всем живущим сановникам династии Мань я дал понять, что я добрый правитель, что только я являюсь любимым сыном Бога Иисуса в этом мире. Так же, возможно, некоторые посчитают, что ты глупый правитель. Ты, ты, негодный сын. Как ты можешь говорить такое отцу? Ты не боишься наказания Божьего. И все из-за этого мертвого дьявола. Скорее сюда! Скорее снимите голову Ван Хана Строна! Живее! Снимите ее! Выбросьте! Быстрее! Быстрее выбросьте! Выбрасывайте! Быстро! Быстро! Боже! Прими этого страшного черта! Умершая душа моего брата никак не обретет покоя. Хан Таян! Я убью тебя! Я отомщу за своего брата! Джах и Ганбу! Собака, которая лает, не кусает! Я не хочу кормить лошадей до конокрадов. Идемте! Идти? Куда? Идем к хану Таяну. Примет ли он нас? Ты забыл, каков был конец Ван Хана? У меня есть способ, который позволит всем выжить. Что за способ? Поймать Сан Гума и передать его хану Таяну. Не надо! Боже! Прости моего мужа! Ты не хочешь? Он твой хозяин. И он такой же злой, как Иуда. Тогда Бог накажет его. Мы пойдем своей дорогой. Ты глупая женщина. Не порть мой план. Оставайся здесь без дела и разговоров. Ты почему не ешь? Ешь больше. Завтра нам предстоит дорога. Я все продумал. Нам больше не придется воровать лошадей. Хан Таян не примет нас. Тогда пойдем на юг. Под городом есть племя Онгутов. Они тоже верят в Иисуса. Я смотрю, ты устал и обозлен после всего увиденного. Как можно насмехаться над головой мертвого человека? Генерал Саполихей здесь. Не принимать. Как ты можешь быть таким невежливым? Разве я не сказал не принимать тебя? Ван Хан уже мертв. Зачем ты отрезал ему голову? Что же это за ритуал такой? Я торжественно похоронил его. Посеребрил его голову. Разве это не самый, что не на есть почетный ритуал? Ты не видел его младшего брата? Джаха Ган Бу так благодарен мне. Однако, как только похороны кончились, ты приказал расколоть его череп. Твоя так называемая доброта была полностью развеяна неслыханным лицемерием. Эта голова плохой знак. Если бы я не расколол ее, беды посыпались бы на наши головы. Чем страшна голова мертвеца? А ты разве не прославленный, хан Таян? Неудивительно, что предыдущий хан беспокоился за тебя. Перед тем, как подняться на небо, он беспокоился за будущее своей страны. Почему это беспокоился? Беспокоился, что ты, сын, рожденный молитвами жеребенок, не получивший уроков, никогда не знавший войн, вряд ли достигнешь чего-то в мятежные времена. Хватит. Мне не нравятся мятежные времена. Слава Богу, он дал неспокойную, мирную жизнь. Избавил страну Найманов от бед. Избавил от бед? Избавленный от бед мог ли ты рубить голову ван хана? Что здесь удивительного? На Востоке есть немногочисленные монголы, которые своими стрелами заставили бежать в страхе старого и глупого ван хана. Он умер на руках нашего пограничного чиновника. Об этом ли деле ты говоришь? Я говорю о Тимуджине. Что за Тимуджин такой? Может, он тоже хочет стать солнцем степи? Бог сказал, под небом есть только одно солнце, это я. Смотри, сейчас я пойду и поймаю Тимуджин, от которого ты дрожишь. Зачем тебе нужны эти монголы? Они грязные и вонючие. Если ты действительно их поймаешь, заставь их встать подальше от меня. Я не желаю вдыхать их отвратительный запах. Тогда ни одного не нужно. Всех убить. Если увидишь красивых девушек, поймай несколько. Пусть как следует умоются, оденут чистую одежду. Может, отправим их доить коров и коз. Да, я слышала, монголы хорошо поют и танцуют. Оставь мне несколько, чтобы они пели и танцевали. Для меня. Хорошо. Я тотчас же отправлю посла в племя Онгутов. Соберем людей одной с нами веры и вместе пошлем войска истребить диких монголов, отобрать их колчаны и стрелы. Вы что, смеетесь? Война — это большое событие, затрагивающее подъем и падение государства. Как можно к этому так легко и небрежно относиться? Как ты можешь так разговаривать со своим правителем? Прошлый правитель перед смертным часом поручил мне наставлять тебя. Ты так глуп, что больше не прибавишь. Ты только что сказал, что я не знаю войны. Теперь говоришь, что нельзя начинать войну. Твоя речь непоследовательна. Саполихей, Бог свидетель, я приложу силы, чтобы стать достойным правителем в беспокойные времена. Отчего такой интерес к сражениям и убийствам? Неужели, кроме этого, не о чем больше поговорить? Хан Таян, пойдем к портному посмотреть, готова ли наша новая одежда? Мой прошлый хан, почему ты не забрал эту женщину, когда умер? Ты оставил ее своему дурному сыну, и теперь да не Найманов сочтены. Этот старый болван слишком раздражает. Лучше убить его. Не то, что я не хочу убить его. Однако отец перед смертью завещал слушать наставления этого старого дурака. Допокоиться с миром его душа. Душа отца покойна. А что с нами? Мы не должны отдыхать. Не нужно быть такой нетерпеливой. Я придумаю способ навсегда заткнуть рот этому старому барану. Откуда вы пришли? Из племени ангутов. Племя ангутов? Где оно находится? На юго-востоке от племени Найманов? Да, мы племя ангутов. На протяжении многих поколений мы защищаем северные границы государства Цзинь. Далеко отсюда. Мы выехали прошлой зимой, и только нынешней весной нашли вас. Убейте их! Убейте их! Убейте их! Гурбису, бывшая мачеха и нынешняя жена Хана Таяна сказала, что от нас, монголов, исходит отвратительный запах. Почему же я его не чувствую? Хан, есть идея. Мы ее поймаем и отправим к самому вонючему монголу. Ну как? Харчи, от тебя воняет или нет? Что если ее одну посчитать за всех твоих 30, красавец? Нет, только не я. Дядя Шучитай воняет хуже всех. Не верите, понюхайте. Ладно. Гурбису принадлежит дяди Шучитаю. Хан Таян племени Найманов отправил послов, чтобы объединиться с племенем Ангутов и атаковать нас. Однако племя Ангутов считает меня высоким сановником государства Цзинь. Что? Хан Санонни государства Цзинь? Да, вы забыли. 8 лет назад главный министр государства Цзинь Ван Янь присвоил мне звание Чао Тхури, главнокомандующего всех племен. А, вот в чем дело. Глава племени Ангутов считает, что я и он чиновники одного государства. Поэтому он арестовал Найманов и послал своего сына передать нам военную информацию. В прошлый раз, когда Наймана схватили и убили Ван Хана, мы сравнили их шеи, не тверже шеи кераитов, меркитов и татар. Нельзя их недооценивать. Хан Таян сказал, что захватит ваши колчаны и лишит меня звания. Поймаем и кастрируем эту старую лошадь. Хан, сейчас, когда мы едва сводим концы с концами, и у нас нехватка воды и травы, боевые лошади слишком истощены, чтобы сражаться. Нужно дождаться осени и откормить коней. Лошади худые, что за повод? Если Хан Таян сейчас нападет на нас, неужели мы не сможем биться из-за того, что у нас тощие лошади? Мы должны первыми схватить его. Сражаться не так легко, как говорить об этом. У Найманов сильная армия, у них большие земли и многочисленный народ. Если мы поспешим, можем оказаться сами схваченными. Если у монгольского воина отнимут колчан со стрелами, это будет самым невыносимым унижением. Если это действительно случится, то лучше умереть, чем жить. Хватит Хану Таяну вести подобные речи. Такого мы не можем простить. Мы должны поехать и захватить его колчан. Лишить его титула. Схватить Хан Шу Найманов, которая сначала была женой отца, а теперь стала женой сына, но никогда не помогала мужьям справиться с делами. Заставим ее доить для нас лошадей. А если не добьемся этого, то значит мы не степные герои. Да, хорошо сказано, поймаем ее. Мы сталкивались с Найманами, и когда атаковали их посты, и во время военной операции по спасению Иван Хана из их рук, несмотря на свою многочисленную армию, они не смогли нам противостоять. Бельгутай прав. Когда мы сражались с ними в прошлый раз, эти Найманы, встретив врага, сильнее их, бежали в горы, словно зайцы. Они могут бежать и в этот раз, но дворец Хана они унести не смогут. Мы не можем потерпеть оскорбление Хана Таяна. Мы должны немедленно напасть на него. Дядя Шу Читай, ты скоро получишь жену, от которой не воняет. Отлично. С такими смелыми, бесстрашными военачальниками победа нам обеспечена. Сейчас же заканчиваем охоту и готовимся к войне с Найманами. В 1204 году, когда Тимуджину было 42 года, монгольское племя во второй раз напало на западное племя Найманов. Монгольские воины, я отправляюсь с вами захватить колчаны и стрелы Найманов. Хан Тимуджин! Хан Тимуджин! Хан Тимуджин! Однако сначала я должен сказать вам, что эта война будет не из легких. От степей Хулумбуира до алтайских гор мы должны пройти 5-6 тысяч ли. В дороге нам придется пасти скот и охотиться, чтобы обеспечить довольствие всей армии. Нужно идти 100 дней. Однако мы не потеряемся. Это посол племени Ангутов, муж моей дочери Буянь-Сибань. Он будет нашим проводником. Все прошлые войны мы начинали защищаясь, и Гулияны нам очень помогли в то время. Но теперь мы начинаем наступление, и больше нет необходимости выстраивать кругом повозки. Чтобы отвечать нуждам многотысячной армии, совершающей долгий поход, я должен реорганизовать армию, разбив семейные и племенные границы. Десятник будет поставлен над десятью семьями, сотник над стами, а тысячник над тысячью семьями. Кроме того, 10 тысяч храбрых и сильных воинов будут выбраны для создания средней армии обороны, армии Чей-Сю. Мы выступаем после реорганизации. Племя Кероитов сгинуло. Последнее, что должен сделать Тимуджин для объединения степи, уничтожить государство Найманов на западе, собравшее всех его врагов там. Монголы. Первоначально я намеревался вести вас в степи Холумбуира, чтобы захватить колчаны и стрелы монголов. Слава Богу, Тимуджин не смог дождаться и сам идет к нам. Я слышал, он взял только двух женщин. Слишком мало. Их не хватит для наших воинов. Ничего не поделаешь. Придется побеспокоиться самим и отобрать остальных. Для начала нужно защитить наших собственных женщин. Мы должны хорошо подготовиться, подумать, на кого мы пойдем после этого. Что ты хочешь сказать? Голова этого дурака скоро упадет, как голова Ванхана. Вот только не знаю, найдется ли кто-нибудь, кто ее посеребрит. Джамуха. Ты, несчастливая птица, вечно поешь траурные песни. Армия Хана Таяна сильна. Она отдохнула. Я думаю, что это Тимуджин обречен. Я считаю, мы должны заранее придумать, как нам быть. Хан, в нашем племени мало людей. Мы прошли долгий путь. Ситуация невыгодна для нас. Вечером на ночлеге прикажи каждому воину разжечь пять костров. Какая польза от стольких костров? Так мы сможем обмануть противника по поводу количества наших воинов. Это хороший план. Наш лагерь будет весь в кострах, тогда Хан Таян не узнает, сколько у нас действительно воинов. Точно. Хан Таян никогда не сражался. Он увидит, какое большое у нас войско и испугается. Ха-ха-ха-ха. Прибывают и прибывают. Смотрите. Воинов много, но их воинский дух может быть невысок. Джамуха, ты когда-то был названным братом Тимуджина. Скажи нам, каковы они в битве? Что сказать? Они даже не похожи на людей. Если ты выколешь копьем им глаза, они даже не моргнут. Если вонзишь копье им в лицо, они не повернут головы, только услышат, как говорят о сражении. Сразу бросаются вперед, как выпущенная стрела. Они легко управляются смечами, а на лошадях скачут так, словно лошади, часть их тела. Получив приказ, они с песнями устремляются вперед. Убивать врагов для них так же легко, как пировать на пире. Быстрее, быстрее, поехали. Отец приказал отступить всей армии. Почему? Хан Таян говорит, что хоть лошади монголов худы, однако костровы в лагере словно звезд на небе. У них, наверное, большое войско. Еще говорят, что монголы тверды духом. Не моргнут, если в глаз попадет копье, не повернут головы, если копье вонзится в лицо. Ну и что? Хан Таян говорит, что нам лучше сначала перейти через горы, собрать войска, отступать с боями, глубже заманить противника, дождаться возможности внезапно атаковать, и тогда мы победим. Это все? Да. Когда я закончил обсуждать с моими генералами, как распределить монгольских пленных, этот женщина-герой Хан Таян, мой добрый отец, испугался. Пожалуйста, не нужно обижаться. Мой отец с малых лет рос в императорском гареме. Никогда не был на пастбищах, никогда не покидал мест, где мочится беременная женщина. Тататунга, присматривай хорошенько за отцовской императорской печатью. Скажи ему, что отступать от только что увиденного врага это разговор глупой женщины. Что? Он сказал, что я веду женские разговоры. Что он еще сказал? Паринц сказал, что ты никогда не был на пастбище и не покидал мест, где справляет нужду беременная женщина. Кто позволил тебе так говорить? Такой храбрый кучлу, куда богословит его бог. Сможет ли он сохранить свою смелость, когда начнется сражение? Смотрите, он не слушает меня и нахлебается горя сполна. Подождите, вы все вернетесь сохранять свои позиции. Завтра Тиму Джин придет убивать. Да. Тататунга, бери печать, мы возвращаемся в дворец. Хорошо. Хан Таян, когда сражался твой отец, он никогда не позволял врагу видеть спины своих воинов. Ты в расцвете своих сил, но битва еще не началась, а ты уже напуган до смерти. Если бы знать об этом раньше, мы бы лучше дали Гурбису командовать армией. Сапухелей, не нужно думать, что если ты давний полководец правителя, то можешь быть таким наглым. Если ты смеешь так говорить со мной, то я не боюсь умереть в бою. Окружите главную юрту. Охраняйте хана Таяна как следует. Осень 1204 года. Битва при Нахойе. Охраняйте хана Таяна. Охраняйте хана Таяна. Верие. Продолжение следует... Продолжение следует... Сокрушая все на своем пути. Они идут прямо на центральную армию, словно зубило прорубает дерево. Те несколько человек, прорубающие себе путь, кто они? Это псы Тимуджина, питающиеся человеческим мясом. Что? Когда монголы охотятся, псы их лучшие помощники. Джебе, Субутай, Хубилай и Джелме. Все они храбрые военачальники. Их лбы словно медь, зубы как долото, язык как шило, сердце как железо, плети как изогнутые мечи. В военное время они управляют ветром, пьют росу и едят человечину. Нам нужно держаться подальше от этих неверных. Поехали! Поехали! Что это? Что они собираются делать? Это Шучитай. Войско, которое он возглавляет, все состоит из бандитов и грабителей. Да простит Бог этих грешников. Нам лучше уйти в другое место. Уходим. Эй, подожди. Посмотри еще. Что случилось? Тимуджин вышел в авангард. Который из них? Тот, что с копьем Сулудина в руках. Как он мог встать в первые ряды? Все его тело сделано из бронзы. Даже железное шило не найдет щель в его теле. Боже, это так ужасно. Взгляни туда. Это младший брат Тимуджина Хасар. Это значит, что монголы начали общее наступление. Скорее, иди и скажи принцу Кучлуку остановить Хасара. Остановить Хасара? Ты разве не знаешь, что он за один присест может съесть трехголового теленка, а выпущенная им стрела может пронзить 12 человек сразу? Он должен быть потомок сатаны. Нам лучше отступить. Беги, беги. Ты старый подлец и трус. А мне придется ехать в Сися и укрыться там. Едем. А мне придется ехать в Сися. А мне придется ехать в Сися. А мне придется ехать в Сися. КОНЕЦ КОНЕЦ Не дайте утихану Таяну! Убивайте их! Великая стена – великое чудо архитектуры в мировой истории. Во время войн она выполняла функции оборонительного укрепления. Монголы не могли построить у себя в степи ничего подобного, но они создали Гулиян – огромная повозка, которая использовалась при защите от нападения. После победы над Банханом, Чимуджин отказался от использования Гулияна. Это ознаменовало его переход от пассивной защиты к нападению. Чингисхан Чингисхан Идея – Гэцсянь Сценарии – Шучжисянь, Чжу Яутин В главных ролях – Ба Лин, Са Жень Гау Ва, Джао Хэн Сюань Главный оператор – Гэ Житун Постановка трюков – Цзэ Вэй Чун Музыка – Чжан Чаньи Главный продюсер – Батыр Режиссер – Чжу Вэнь Цэ Шестнадцатая серия Главный продюсер – Чжу Вэй Чжу Вэй Чжу Музыка Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Этот старый болван слишком раздражает. Лучше убить его. Не то, что я не хочу убить его. Однако отец перед смертью завещал слушать наставления этого старого дурака. Допокоиться с миром его душа. Душа отца покойна. А что с нами? Мы не должны отдыхать. Не нужно быть такой нетерпеливой. Я придумаю способ навсегда заткнуть рот этому старому барану. Откуда вы пришли? Из племени ангутов. Племя ангутов? Где оно находится? На юго-востоке от племени найманов? Да, мы племя ангутов. На протяжении многих поколений мы защищаем северные границы государства Цзинь. Далеко отсюда? Мы выехали прошлой зимой. И только нынешней весной нашли вас. Убейте их! Убейте их! Убейте их! Гурби-су, бывшая мачеха и нынешняя жена Хана Таяна сказала, что от нас, монголов, исходит отвратительный запах. Почему же я его не чувствую? Хан, есть идея. Мы ее поймаем и отправим к самому вонючему монголу. Но как? Харчи, от тебя воняет или нет? Что, если ее одну посчитать за всех твоих 30, красавец? Нет, только не я. Дядя Шучитай воняет хуже всех. Не верите, понюхайте. Ладно. Гурби-су принадлежит дядя Шучитаю. Хан Таян племени найманов отправил послов, чтобы объединиться с племенем ангутов и атаковать нас. Однако племя ангутов считает меня высоким сановником государства Цзинь. Что? Хан санонник государства Цзинь? Да, вы забыли. 8 лет назад главный министр государства Цзинь Вань Янь присвоил мне звание Чао Тхури, главнокомандующего всех племен. А, вот в чем дело. Глава племени ангутов считает, что я и он чиновники одного государства. Поэтому он арестовал найманов и послал своего сына передать нам военную информацию. В прошлый раз, когда наймана схватили и убили ванхана, мы сравнили их шеи, не тверже шеи кероитов, меркитов и татар. Нельзя их недооценивать. Хан Таян сказал, что захватит ваши колчаны и лишит меня звания. Поймаем и кастрируем эту старую лошадь. Хан, сейчас, когда мы едва сводим концы с концами, и у нас нехватка воды и травы, боевые лошади слишком истощены, чтобы сражаться. Нужно дождаться осени и откормить коней. Лошади худые? Что за повод? Если Хан Таян сейчас нападет на нас, неужели мы не сможем биться из-за того, что у нас точь и лошади? Мы должны первыми схватить его. Сражаться не так легко, как говорить об этом. У Найманов сильная армия, у них большие земли и многочисленный народ. Если мы поспешим, можем оказаться сами схваченными. Если у монгольского воина отнимут колчан со стрелами, это будет самым невыносимым унижением. Если это действительно случится, то лучше умереть, чем жить. Хватит Хану Таяну вести подобные речи. Такого мы не можем простить. Мы должны поехать и захватить его колчан. Лишить его титула. Схватить Хан Шунайманов, которая сначала была женой отца, а теперь стала женой сына, но никогда не помогала мужьям справиться с делами. Заставим ее доить для нас лошадей. А если не добьемся этого, то значит мы не степные герои. Да, хорошо сказано, поймаем ее. Мы сталкивались с Найманами, и когда атаковали их посты, и во время военной операции по спасению Иван Хана из их рук, несмотря на свою многочисленную армию, они не смогли нам противостоять. Бельгутай прав. Когда мы сражались с ними в прошлый раз, эти Найманы, встретив врага, сильнее их, бежали в горы, словно зайцы. Они могут бежать и в этот раз. Умершая душа моего брата никак не обретет покоя. Хан Таян, я убью тебя. Я отомщу за своего брата. Джах и Ганбу, собака, которая лает, не кусает. Я не хочу кормить лошадей для конокрадов. Идемте. Идти? Куда? Идем к Хану Таяну. Примет ли он нас? Ты забыл, каков был конец Ван Хана? У меня есть способ, который позволит всем выжить. Что за способ? Поймать Сангума и передать его Хану Таяну. Не надо, Боже. Прости моего мужа. Ты не хочешь? Он твой хозяин. И он такой же злой, как Иуда. Тогда Бог накажет его. Мы пойдем своей дорогой. Ты глупая женщина, не порть мой план. Оставайся здесь без дела и разговоров. Ты почему не ешь? Ешь больше. Завтра нам предстоит дорога. Я все продумал. Нам больше не придется воровать лошадей. Хан Таян не примет нас. Тогда пойдем на юг. Под городом есть племя Онгутов. Они тоже верят в Иисуса. Я смотрю, ты устал и обозлен после всего увиденного. Как можно насмехаться над головой мертвого человека? Генерал Саполихей здесь. Не принимать. Как ты можешь быть таким невежливым? Разве я не сказал не принимать тебя? Ван Хан уже мертв. Зачем ты отрезал ему голову? Что же это за ритуал такой? Я торжественно похоронил его. Посеребрил его голову. Разве это не самый, что не наесть почетный ритуал? Ты не видел его младшего брата? Джах и Ган Бу так благодарен мне. Однако, как только похороны кончились, ты приказал расколоть его череп. Твоя так называемая доброта была полностью развеяна неслыханным лицемерием. Это голова плохой знак. Если бы я не расколол ее, беды посыпались бы на наши головы. Чем страшна голова мертвеца? А ты разве не прославленный хан Таян? Неудивительно, что предыдущий хан беспокоился за тебя. Перед тем, как подняться на небо, он беспокоился за будущее своей страны. Почему это беспокоился? Беспокоился, что ты, сын, рожденный молитвами жеребенок, не получивший уроков, никогда не знавший войн, вряд ли достигнешь чего-то в мятежные времена. Хватит. Мне не нравятся мятежные времена. Слава Богу, он дал неспокойную мирную жизнь. Избавил страну Найманов от бед. Избавил от бед? Избавленный от бед мог ли ты рубить голову Ван Хана? Что здесь удивительного? На Востоке есть немногочисленные монголы, которые своими стрелами заставили бежать в страхе старого и глупого Ван Хана. Он умер на руках нашего пограничного чиновника. Об этом ли деле ты говоришь? Я говорю о Тимуджине. Что за Тимуджин такое? Может, он тоже хочет стать солнцем степи? Бог сказал, под небом есть только одно солнце, это я. Смотри, сейчас я пойду и поймаю Тимуджин, от которого ты дрожишь. Зачем тебе нужны эти монголы? Они грязные и вонючие. Если ты действительно их поймаешь, заставь их встать подальше от меня. Я не желаю вдыхать их отвратительный запах. Тогда ни одного не нужно. Всех убить. Если увидишь красивых девушек, поймай несколько. Пусть как следует умоются, оденут чистую одежду. Может, отправим их доить коров и коз. Да, я слышала, монголы хорошо поют и танцуют. Оставь мне несколько, чтобы они пели и танцевали. Для меня. Хорошо, я тотчас же отправлю посла в племя Онгутов. Заберем людей одной с нами веры и вместе пошлем войска истребить диких монголов, отобрать их колчаны и стрелы. Вы что, смеетесь? Война – это большое событие, затрагивающее подъем и падение государства. Как можно к этому так легко и небрежно относиться? Как ты можешь так разговаривать со своим правителем? Прошлый правитель перед смертным часом поручил мне наставлять тебя. Ты так глуп, что больше не прибавишь. Ты только что сказал, что я не знаю войны. Теперь говоришь, что нельзя начинать войну. Твоя речь непоследовательна. Саполихей, Бог свидетел, я приложу силы, чтобы стать достойным правителем в беспокойные времена. Мы говорили о Ванхане. Есть один способ. Прикажи отрезать ему голову, и пусть младший брат опознает его. Отличная мысль. Тататанга, напиши приказ от моего имени. Отправить человека на границу, заставить того пограничного чиновника отрубить голову, назвавшему себя Ванханом, и привезти ее сюда. Да побыстрее, пока не протухло. Слушаюсь. Нам нечего есть. Чтобы выжить, нам не остается ничего другого, как воровать. Что? Ты хочешь, чтобы мы стали конокрадами? Бог простит нас, потому что мы делаем это из нужды. Тогда за работу. Женщины остаются в горах. Мужчины спускаются вниз воровать все, что можно съесть или выпить. Убивать каждого человека, который может проговориться. Грабить – это уже преступление. А вы еще хотите убивать людей? Если мы будем так поступать, Бог не простит нас. Что ты смыслишь в этом, жена конюха? Если мы оставим кого-то в живых, найманские солдаты придут и убьют нас. На этот раз никто не сможет выжить. Идемте со мной. Что вы делаете? Что вам надо от нас? Старший брат. Джахыганбу, ты узнаешь эту голову? Джамуха, ты ее узнаешь? Я узнаю. Это действительно Ван Хан. Великий Хан Таян. Мой брат, должно быть, оказался в безвыходном положении и пришел в племя найманов просить защиты. Я никогда не думал, что его смерть будет столь ужасной. Этот Саполихей, как можно было своевольно убить знаменитого правителя соседнего государства? Как бы там ни было, голова уже отрублена, и ты не можешь ее снова прикрепить? Самое лучшее пригласить священника и провести торжественное погребение и покончить с этим. Пусть так и будет. Джахыганбу, поднимайся. Я хочу, чтобы мои чиновники и генералы, сыновья и невестки, почтили твоего брата. Мы похороним Ван Хана с таким же почетом, как если бы это был я. Цюгулю, найди Тататунгу, принеси королевскую печать. Голову Ван Хана мы покроем серебром. Есть. Хан Таян, мой брат наверняка был со своим сыном Сангумом. Прошу великого Хана послать людей найти и приютить его. Конечно. Ты сам займешься этим делом. Его жизнь была полна славы. Он был скромен и добр к людям. Его положение вызывало уважение у тысяч людей, но он сам оставался скромным, как овечка. Сегодня он покинул этот шумный мир и поднялся на небеса. О, Боже! Прошу, прими его безгрешную душу. Джахаганбу, твой брат и после смерти получает почести. Он может с миром покоиться в могиле. Не нужно так убиваться. Тебе не кажется, что это чертовский трюк Хана Таяна? Отец, положить голову этого старика на драгоценный трон, оказать ему торжественные почести, не слишком ли это? Что ты понимаешь? Всем живущим сановникам династии Мань я дал понять, что я добрый правитель, что только я являюсь любимым сыном Бога Иисуса в этом мире. Также, возможно, некоторые посчитают, что ты глупый правитель. Ты... ты... негодный сын. Как ты можешь говорить такое отцу? Ты не боишься наказания Божьего. И все из-за этого мертвого дьявола. Скорее сюда! Скорее снимите голову Ван Хана Строна! Живее! Снимите ее! Выбросьте! Быстрее! Быстрее выбросьте! Выбрасывайте! Быстро! Быстро! Боже! Прими этого страшного черта! Боже! Так... Живее!